Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский. Мы находимся в городе Курухтианапа на Пионерском проспекте, район Селены Паруса. Сейчас здесь отдыхает огромное количество людей. Мы вместе с вами прогуляемся на море, посмотрим, как там солнышко уходит за горизонт. Да, наш великолепный закат. Поздравляю вас с первым ноября 2022 года. Сейчас показывают... Ну, это падает. Только что достал градусник. В общем, градусов 12. У нас сегодня была самая холодная ночь, плюс 1 градус показывали. Градусники утречком, и это довольно-таки прохладно. Сегодня прям холодно. Но будет еще небольшое подтепление, но в конце этой недели начнут дуть северные ветра и принесут к нам окончательные холода. К большому сожалению, затяжная великолепная золотая осень заканчивается. Но о погоде поговорим по пути. Хотелось еще вам отметить, что жители Херсона, которые к нам переезжают, помимо жилищных сертификатов, могут претендовать еще на то, что у них их собственность, которая находится там, также останется за ними. Так что не переживайте, если кто-то там думает, что вас там отберут, здесь дадут. Все у вас будет только прием нажаться. Какие вот дела? Желось в комментариях, друзья. Пойдем прогуляемся. Такого оживления, я думаю, вы еще не видели. Везде люди, все работает. Вон все магазины, чуть ли не все бары, рестораны. Даже возле «Жемчужной России», возле «Фиолета», даже там подкрывались торговые лареточки людей. Очень много гуляет, ворота открыты, потому что все базы отдыха, пансионаты заселяются как раз таки беженцами в Херсонской области. Звонят по отелям, предлагают людей размещать. Где-то рублей 900, говорят, за человека в сутки с питанием, 1100. Ну, такие цены примерно мне озвучили ребята, которые получали звонки. В востоке государства обходится как бы проживание одного человека. Ну, это неточные данные. Возможно, это всего лишь слухи. Мы же двигаемся дальше. Людей гуляет очень много, как я говорил. У нас вовсю идет осень, очень красивые краски, но при этом еще продолжают цвести разнообразные цветочки. Даже интересно, что это такое. Такие интересные цветы, ребята, кто разбирается. Вот эта декоративная роза, ну, она тоже, она, это пансионат Селена. Красота и многолюдно. Не могу сказать, что это плохо, что у нас много людей. Наоборот, хорошо, все живенько, классно выглядит. Но многие расстраиваются, что кому-то все вот так вот дается, а кому-то все ничего, точнее, а кому-то ничего. Да, всю жизнь работает, им ничего не перепало. Я не думаю, что многие из вас бы согласились оказаться в местах, где летают бомбы над головой ради того, чтобы получить в Анапе квартиру. Ну, по крайней мере, я бы не стал бы так себя вести. Хотя, может быть, потому что у меня так есть в Анапе квартира. Не знаю. Пишите об этом тоже в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В общем, молодцы в селении, ухаживают за своими газонами. Также здесь есть детская площадка. Смотрю, платаны поподрезали, деревья. И здесь стало как-то еще более просторно. Сезон продолжается, но холодно, прям честно. Сегодня в первый день мне прям даже зябко. Тебе скажут, а ты же зимой купаешься, какой холодный, Юра, о чем ты говоришь? Ну, это так, кс-кс. О, киси, работает. Вот она температура, 11 градусов. Сейчас показывает, это довольно-таки прохладно. По ощущениям, так как с моря подбывает небольшой морской бриз, еще даже прохладнее, кажется. Думаю, для тех, кто отдыхает и любит селену, будет очень интересно увидеть ее проход вот в таком формате, когда здесь никого практически нет. Если есть информация, кто с паруса, напишите. Размещаются ли там беженцы или нет? Ну, что жемчужина России, да. Ласковый берег, да. Феетри, да. Олим, да. Ну, то есть очень много мест. На данный момент вроде бы только 9 тысяч в Краснодарском крае, 8 с половиной которых находятся беженцы в Анапе. Но я думаю, что еще больше будет количество санаториев подключаться, еще больше людей здесь разместят. Потому что сегодня власти Херсонской области заявили о еще 75 тысячах переселенцев из 15-километровой зоны вокруг Херсона. Так что вполне возможно, что людей станет еще больше. Но самое главное, мирного неба всем нам над головой. Это важно. Передаю приветствовать ребятам, которые сегодня с нами были у Артурчика. Посидели, пообщались. Очень приятно. Спасибо вам огромное за поддержку, за добрые слова, за приятные разговоры. Это бесценно на самом деле. Ребята, мы в разговорах не заметили, как дошли до нашего моря. Вот эти два корпуса находятся уже за красной линией. Одна из администраций умудрилась продать, разрешить старительство буквально в наших дюнах. Ну, говорится бы, садили бы хоть одного чиновника, который это разрешал бы. Этого бы никогда не происходили. И вообще вот сам этот проход, который занимает Селена, великолепный санаторий, был просто проходом и пожарным местом безопасности между санаторием Одиссея и санаторием бывшего Москва, теперь нынешним Анапой. Ну, а здесь нам осталось дойти чуть-чуть вперед. Как бы хотелось, чтобы этого не происходило. И все-таки от моря надо отступать подальше, чтобы как можно больше наших пляжей было. Потому что люди не приезжают. Только из-за того, что здесь много номерного фонда, а приезжают на наши великолепные пляжи, чтобы вот так вот выходить и видеть вот такую красоту. Это наш анапский закат. Во всю красоту даже. Так, если сказать. Ух, там дальше море, оно уже шумит. Ах, какова красота, дорогие друзья анапского заката. Сколько много людей, да? Поймал солнца лучи, сразу как-то теплее даже стало. Здесь видишь, что есть деревянный настил для прохода к морю. Дюны под солнечными закатными лучами выглядят вообще великолепно. И количество людей, наверное, вас порадует, потому что это один из самых многолюдных наших пляжей. Здесь летают квадрокоптеры. И только, говорится, люди гуляют, но и смотрят на эти места еще и с высоты. Еще полетом ребята стоят, запускают квадрик. Это действительно красиво, это действительно интересно, потому что наше море является точкой притяжения. 11,2 температура воздуха, ну и морешко все ближе и ближе. Реально много людей, согласитесь, несмотря на погоду. Чем больше будет людей переезжать, тем больше народу будет на пляже. Чем еще заниматься в НАПе? Меня часто об этом спрашивают. Как, чем? Ходить на море. Дышать морским воздухом, провожать закаты. Ведь это самое приятное и прекрасное, чем можно у нас позаниматься. Вот я себе кадры нашел, как мужчина сидит на лавочке, как парочка смотрит на море. Красота. Кто-то сидит, просто веселится. Не успел сфоткать. Привет, морешко. Наши самые красивые и великолепные. Самое приятное действие, которое только можно встретить в Анапе. Это, конечно же, наш черноморский закат. Вдохнуть полной грудью море. И почувствовать, что каждый тебе здесь рад. От души всем привет, дорогие мои. Пока будем летать, я буду температуру моря для вас замерять. Пока 12,2, кстати, температура воздуха в море. И это очень классно. Посмотрим, какая именно температура воды в этом месте. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok